Числородное дыхание по-настоящему очень сложный процесс. Происходит он только в метаконтре, в других частях клеток происходить не может. В метаконтре устроено следующим образом. Есть внешняя мембрана, а внутри внутренняя мембрана. Так вот, все процессы числородного дыхания будут происходить вот здесь, на внутренней мембране. Внешняя мембрана – это просто упаковка, которая ограничивает этот объем. С чего дело начинается? Ну, в качестве сырья, так же как и без кислородного, используется глюкоза С6А12О6. И вот здесь, вот эта модель между двумя мембранами. Содержатся ферменты, которые ведут, уже знакомые нам, без кислородного дыхания – глюкоза. Итак, глюкоза прошла глюкоза. При этом синтезированные за счет каждой молекулы глюкозы две молекулы отдаются. А сама глюкоза превратилась в пиолат, первая виноградная эксплуатация, и водород. Хорошо. Дальше. Суть процесса, который пойдет дальше, описать, в общем-то, достаточно просто. Сам процесс идет феерически сложно, не просто сложно, а очень сложно. Описал его первым знаменитый ученый, в честь которого этот процесс и получил его именное название. Это, на самом деле, наивысшая награда в научном мире. Настоящая награда в научном мире меряется не деньгами. Совершенно. Память. Конечно. Именная реакция. Именное правило. Правила Морковникова. Цикл Крепс. Реакция Бухгалеров. Люди вошли в вечность. Их имена, их дело будут помнить всегда. Это не меряется никакими пониманиями. Первым описал следующую группу процессов. Человек по фамилии Крепс. И эта группа получила название цикл Крепс. Суть его описать остаток очень просто. Какие процессы называются окислением, а какие – указания. Более грамотно говорить не просто про окислительные процессы. А как грамотное название происходит. Если у вас в ходе реакция одно из веществ окисляется. Это значит, что происходит с другим веществом. А когда берем пару грабитель и жертва. Есть акт грабежа. В ходе акта грабежа грабитель стал богаче. А жертва изменилась или не изменилась? Она стала какой? Беднее. Значит, если у вас вот такая парная зависимость, и вы изменили состояние одной стороны, автоматически поменяете состояние другой стороны. Окисление – это приобретение электрона в ходе химического реакции. Но если какой-то атом приобрел электроны, это значит, что сделал его партнером? Потерял. Потерял электрон. Окислитель – это вещества, которые способны стягивать на себя электроны. Восстановитель – это вещества, которые плохо держат электроны и, соответственно, в химических процессах теряют их. Отдают. Отлично. А ты скажите, может ли один атом кислорода ограбить другой атом кислорода? Нет. От них, конечно, нету нигде на той электроотрицательности. Так что нельзя взять и окислить кислород кислородом. Ничего не будет. А вот кислород водородом, точнее, наоборот, водород кислородом. Окисляется или нет? Отлично. Отлично окисляется. Водород – это очень поганная электроотрицательность, и кислород электроны у себя стягивают. Хорошо. А как по-вашему, у кого легче отнять электроны? У водорода или у углерода? У водорода. Мощнее окисление, а действительно установительный процесс, произойдет при взаимодействии этой пары. Водород кислород. А, соответственно, если этот процесс идет мощнее, сколько энергии будет выделено? Больше. Больше. Водород – самая лучшая в мире топлива. Если вы берете одинаковую массу химических веществ, то начинаете сжигать кислородом. И меряете, сколько энергии при этом выделяется. То больше всего энергии выделится при сжигании данной массы в дороге. Поэтому в данном случае суть цикла крепца заключается в следующем. Вот наш кислород. Вот его суммическое кислород. Можно ли использовать для получения энергии вот эту ее часть? Можно ли акислить кислород кислородом? Нет. Нельзя, это баланс. Это то, что надо выбрасывать. Потому что никакой энергии кислород не даст. И у нас осталось вот это, Варечка. Углерода или водорода лучше использовать для выделения энергии. Водорода. Водорода. Ну вот, смысл цикла крепца в данном случае. Вообще-то клетки, этот процесс используют совершенно для разных целей, в разных местах. Но кислородным дыханием он зачем используется? В цикле крепца сбрасывается лишний углерод. И накапливается весь-весь водород так, как самое лучшее топливо, чтобы затем при его помощи получить энергию. Так как происходит. А происходит это углерод. Есть у нас целая компания ферментов, которые как у них от принта катализируют каждую свою реакцию. Но здесь вот такой функцию. Фермент номер один. Это синтезирующий фермент. Он работает с веществом А и веществом А. Ему же что веществом А, веществом В. И он создаёт веществом С. С веществом С работает фермент номер два. Вот он. Который проводит превращение вещества С в вещество Д. С которым будет работать фермент номер три. Который превратит вещество Д. А, В, С, Т вещество Е. С которым будет работать фермент номер четыре. Но это, гадайте, с кого он превратит вещество Е. Вещество. Да, да. На самом деле, я не всех участников цифру записал. Или больше. Но суть именно в этом. Обратите внимание. Реакция замкнута по кругу. Что в ходе реакции происходит в самолетовой баке. А в ходе реакции, в частности, сбрасывается отработанный углерод. В какой форме сбрасывается? Ну, хоть немного энергии, но с него получить можно. Превращая углерод, окисляя его в кислород, превращая его в СО2. В форме СО2 будет сброшен углерод. Ну, на самом деле, я вот здесь при подготовке еще одну молекулу СО2 разбросил. Сколько у нас углеродов на старте? Сколько жгут? Шесть. Шесть. В ходе бесслородного процесса вещество разбилось на две молекулы. Каждая из них пройдет по этому кольцу. Каждая из них. Сколько от молекул СО2 в результате надо выбросить? Три молекул СО2. В каждом из этих продуктов, поделенной по полу глюкозы, по три молекулы. Смотрим, считаем. Вот раз СО2 выбросили. Два СО2 выбросили. Три СО2 выбросили. Шесть. Сколько кислородов для этого надо? Шесть. Шесть в одной половинке молекулы. Понятно, что это разборка половинки молекулы глюкозы. А для того, чтобы полностью выбросить весь углерод из молекулы глюкозы, сколько надо кислородов? Еще шесть. Думаете? Еще шесть. Еще шесть. То есть задача взять ударить кислородам. Для этого надо, мы собираемся обзоровать в 6 молекул СО2. 12 кислородов. Самой глюкозе он есть? Нет. Нет. Надо откуда-то брать еще кислород. И вот здесь совершенно чудесная вещь. Абсолютно чудесная. В цепле крепца используется абсолютно необычный источник кислорода. Совершенно необычный. Вообще-то из этого соединения почти невозможно вытравить кислород. Он там очень прочно держится. Но шагменты, которые работают в цепле крепца, достаточно хитрым путем, не в одно действие, но это делаем. В качестве источника используется вода. Аж-2О. Я тоже снял. Я тоже снял. Сколько молекул Аж-2О надо ввести в систему для того, чтобы получить все необходимые кислороды? Считаем. Шесть. Шесть молекул Аж-2О. Шесть молекул Аж-2О надо ввести в систему для кислородных цепок. Вот эти кислороды используются для того, чтобы отислить лишний углерод. Они все уйдут. Они все ушли вот сюда. А что с водой останется? Водовод. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. И шесть было в глюкозе. Восемнадцать водоводов. В результате, работая с одной молекулой бюкоза, вот с одной молекулой, сколько водоводов в результате получает клетка? Двадцать. 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 Считаем. Как это? Там Аж-12, и там шесть Аж-2. Здесь двенадцать, и здесь Аж-2О. Все правильно. Мы с вами не считаем вот эту снесенную водоводов. Тогда 24. Итак, разобрав одну молекулу глюкоза, входит циклокрепция, клетка получает 24 атома водорода. Двадцать. Двадцать. А теперь, им, конечно, не дают разбежаться. Существуют вещества в каждой клетке, которые будут называться переносчики водорода. Они очень легко присоединяются в себе водород. А при необходимости так же легко и водолюб. У всех этих переносчиков водорода хитрые названия. Любители сложных названий, есть такие люди, которые хлебом не кормят, дают выучить какое-нибудь название посложнее. Но это, пожалуй, одно из самых гримных слов, которые вообще существуют. Ясно, что в биохимии используют сокращение этого вещества. Обозначается, ну, вот как, над и ростное вещество, над и пыль. Вот это самое распространенное переносчике водорода. Огое название? Ладно, записывайте. Так, итак, это застой надзор. Да? Никотин, амид, динуклеотик. Так? Динуклеотик. Это значит, что в состав этой молекулы уходит два нуклеотика. В ней есть амидная группа и никотин. Кстати, если вы считаете, что никотин – это страшная ямка, которая содержится в табаке, должен вас разочаровать. И самый чистый никотин и его производная – абсолютно биологически необходимое вещество, участвующее в десятки разных реакциях в любой живой клетке. Уберите из клетки никотина, она коротко дернется и помьет. Это очень важная составляющая в жизни, в жизни системы службы. Итак, никотин, амид, динуклеотик. На «Ф» – это просто никотин, амид, динуклеотик, в составе. Ну, приписывайте сейчас, что у вас есть. Но это любитые дозорицы. На празднике достаточно запомнить, что вещество с этим мудреным названием очень легко присоединяет водород и так же легко его отдаёт. Присоединить каждое даконалитово может молекулярно водород. Включить следующую картинку. Сейчас начнётся самая красивая история. Настоящий мексиканский сериал. Со страстями, сменой, смесью, вообще с потерей памяти. Но как это должно быть мексиканский сериал? Входят в цифру гребца на переносчиках в запасе водорода. Куда этот водород двинется? А двинется он вот сюда, к внутренней мембране метапонтрия. Давайте вспоминать, какие вещества сквозь фосфолипидную основу мембраны проходят свободно, а какие вещества фосфолипидную основу не проходят. Гидрофильный, она пропустит, а гидрофильный? Ровный наоборот. Гидрофильный, какой-то свободный. Ну, на самом деле, они просто растворяются, вещества мембраны, а потом выходят с той стороны, попросим, скажем, как концентрат. Они замечают мембраны. А вот заряженные частицы мембраны не пропускают. В частности, она не пропускает гидрофильный. Но теперь, вспомним это дело, начинаем смотреть. А тут же берет, в принципе, такую пробую энергию. 38-я ТФ, это уже очень серьезная. Вот у нас, увидевшись, рисуем кусочек этой мембраны. Внутренние мембраны, метаплодия. Прямо в толще этой мембраны вмонтирована цепочка сложных молекул, которая будет называться дыхательные пигменты. У каждого из этих веществ сложное название. Мы не будем их запоминать. Всякие там статромы, убесиноны и так далее, это не обязательно. Мы назовем их вместе. Молекулы электронного каскада. Молекулы электронного каскада. Первая вмонтирована вот так, полугруженная. То есть одна сторона торчит вот здесь, в среду, а вторая сторона. Помните, как устроить молекулу, чтобы она наполовину погрузилась? Да, у тебя там нет. Одни пигменты. Второй, третий и четвертый участник бродят между хвостами после лепитки. В толще мембраны. А последний пигмент висит вот так. Он в кубы погруженный, но с другой стороны. Они в сторону нужна на кубы или в сторону диагонали? Вот, пространство, на самом деле, они, конечно, плавают. Так, я нарисовал один из моментов. А по мембране это только? Да, точно. Но, может ли вот этот взять и нужный фгол? Нет. Может ли он взять и улететь? Нет. Может ли вот этот высушить на поверхность? Нет. Может ли вот этот, я просто, уйти в бодменную мембрану? Нет. То есть положение каждой группы не любое, а определенное. А дальше с этой стороны приехал переносчик и притащил удары. Там притащил связанный удар. Дело в том, что у участников, давайте номера присмотрим. Это у нас будет первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это положено не абы как, у них нарастающая электроотрицательность. Самая низкая электроотрицательность. У первого, у второго выше, чем у первого, но ниже, чем у третьего. У третьего выше, чем у второго, но ниже, чем у четвертого. У пятого, у четвертого ниже, чем у третьего, но ниже, чем у пятого. Пятый сам электроотрицательный. А теперь даже вспоминаю. А у второго какая электроотрицательность? Высокая, средняя или очень низкая? Да, она у него ниже, чем даже у первого участника. Поэтому, что произойдет? Произойдет, первый участник отнимет электронную водородину. Электрон соскочил. Дальше обычный мексиканский сериал. У одного из водородов, да, отняли электрон, остался голенький протон. Что сделает протон в следующую единицу времени? Будет взять все электроны. Ага, а что его искать? Он был зря. Принять его? Да. Дальше он пойдет посторонники. Сейчас, сейчас, подождите. Итак, протона никто не звал. Звали электроны. Так, электроны притянули, но вслед за ним прыгнул протон. Протон притянул. Все сложно. Но у второго участника электроотрицательность вышло, чем у первого. Что произойдет с электронами? Он притянулся в втором. Ага. Электроны притянули сюда. Что делает протон? Поделать, что будет естественно. Протон прыгает в свет. Но электрон здесь недолго будет. Куда его притянули? В третьем. В третьем. Получится. Электрон перескочил. Что делает протон? Занимки. Занимки. Тут облом. Дело в том, что третий участник просто не может принять протона. Он так встроен, что протон к нему присоединиться не может. Что оказывается? Бедный протон, который попал в толщу мембраны. Вот сюда толщу мембраны. Не может присоединиться к третьему участнику. Что сделало гидрокопные хвостыния под скребидах с любой заряженной частицей? Вытолкнул. Вытолкнул. И так, опа, вот она, судьба протона. Почему не в ту сторону? А потому что вот этот участник, помните, что хвосты ставили вот так. Вот они используются на виду вот в сторону. Ну, давайте проще, не энергетическую, а пространственную модель я дам. Представьте себе, что третий участник висит вот здесь. В каком? В верхнем или в нижнем ряду хвосту? В верхнем ряду хвосту. Сюда проскочил протон. Вот мы присоединились. Выяснилось, что присоединить сюда он не может. Может ли он быть выдохом вот сюда? Да, дольше идти. Да даже не дольше идти. Верхний слой относительно нижнего все время плавает. Он же вот так движется. Это понятно? Поэтому, если протон пошел сюда, на что он наткнется почти наверняка. А на торец вот этого хвосту? Это понятно? Поэтому выброс протона в какую сторону пойдет? Нет. Могут опросить? А может ли он все-таки пойти? Могут. Но процентов таких случаев очень и очень мало. А как всегда, в естественных процессах существенный не сам факт того, произошло или нет. А количество. А то, насколько часто это происходит. Понятно? Итак, большее количество протона в этом случае бывает сюда. Смотрим дальнейшее судьбу электронов. Вот она судьба электронов. Добежал. А теперь вопрос. А нужно ли ограбить этого участника? Можно ли у него отнять электрон? Можно. Но это должен быть суперграбитель. Так вот, суперграбителем является атомарный кислород. Атомарный кислород – это вот такой самый настоящий монстр из Ужестика. Который может садиться кого угодно и как угодно. А кто-нибудь может его грабить? Может. Кто? А кто? А кто-нибудь? А кто-нибудь нет. Который самый электроотрицательный из всех элементов таблицы Метилеева. У него самая высокая электроотрицательность. В атмосфере фтора будет гореть кислород. Это единственный случай, когда кислород будет не окисливым, а восстановительным. Будет не стягивать на себя чужие электроны. А наоборот вынужден будет оттаять. Так что даже на кислород есть справа. Но фтора на нашей планете в свободном мире почти нет. Так что в геологическом процессе он почти не учится. Резкое исключение для создания какой-то ткани в нашем теле фтор необходим. В мизерном случае всего зуба. Зубная масса. Микро-токород. Именно микро-токород. Не дай бог посчитать, что чем больше препарата, тем лучше. И взять на глотацию препарата с хором, посчитать, что после этого у вас зубы будут вообще как зеркало. Вы отправились. Что дальше произойдет? А дальше. Относительный минерный кислород, соответственно, мембрана, распадется на двух монстрах. Атомарный кислород. Да. На два атомарных кислорода. И один из атомарных кислородов ограбил пятого участника. При этом у него появится лишний электрон. Ага, нужно ли его дальше будет назвать атомом кислорода? У него лишний электрон. Нет, он превратился в отрицентный йон-о-минус. А ты смотрите. Вообще-то транспортер принимает один водород или два водорода. Два. Два. Первый проскакал. Первый электрон проскакал. И первый электрон попал на этот кислород. Но дело в том, что сразу при этом пройдет вторая кислорода. Будет ли вращаемый этот второй кислород? Угу. Кого он поймает? Второй. Вот это второй электрон. Отлично. В результате у вас с этой стороны мембрана началось накопление, а обязательно пьем. Хорошо. А второго водорода продолжим. Затем. Ага, смотрим. Ой, здесь получит на зле, а здесь не цель. Будет поделиться. Что с мембраной стало происходить? Морозная штука. Морозная штука. С водоположительность не надо кислород. А как это называется? Еще для этого состояния есть слово. Продвижение. Накопление заряда. Мембран заряжается. У нас с одной стороны мембраны накапливаются положительные заряды, с другой стороны мембраны накапливаются положительные заряды. А вообще, что они стремятся сделать? Объединяются. Они вообще претенгуются к другому. Почему они не могут пройти? Вот просто вот так, настричь друг к другу. Они что им не дает? А вот теперь, вот здесь рядышком, ставить такой белок, белок канал. Который пропускается? Не насос, а канал. То есть он никого таскать не может. Канал, как всегда, проходит через канал, закрыт одну из пяти конформаций. Закрыт крышечкой. Но условия изменения конформации этого белка очень простые. Создание разности заряда. Вот если это разность заряда, то в физике какой величиной мерится разница заряда? Амберна. Нет, амберна с его тока. А вольт? Вольтами, как раз. Вот эти 220 вольт, это разница между зарядами на одном и другом конце проводника. Так вот, как только разница заряда достигает примерно 200 микровольт, эта разница оказывается достаточной, чтобы петля вот так открылась. Итак, если заряда накопилось достаточно, петля открылась. У нас какой цвет, там, ровный. Канал этот может пропускать только протоны. Ни одна другая частица после нее не пролезет. А вот протоны проходят свободно. После того, как канал открылся, что у вас произойдет? Квозь канал, протоны не плохо. Потому что все протоны римулись в любимом отрицательном институте. Отличный. Скажите, пожалуйста, как в физике называется направленное движение зарядной института? Это электрический тон. Только в проводах, вот здесь вот, течет электронный ток. А сквозь этот канал какой ток течет? Белописный. Протонный. Протонный. Это другие, конечно, институты. Но, по сути, это тоже самое электрический ток. Потом, когда мы о мерный импульс будем говорить, вот там это в мерной системе текут ионные токи. Не из протонов, не из электронов, а образованные движением потоков ионов натрия и калина. Хорошо. А теперь, дело в том, что у всех проводников есть одно свойство. Ну, вот это вам поднимутся, понимаете, да? А простую вам еще на кайфу. Представляете себе, да? Конечно. Хорошо, так и скобки, да? Отлично. Вот, я предлагаю вам, в садишке посихикивая, провести такой вот стрельбок. Взять такую лампочку, свечей на 60, а лучше на 100. Конечно, свечей. Светимость ламп в каких-то единицах? Традиционных методов. Свети. Конечно, свечей. Действие более современное, насколько это. А вообще традиционные единицы светимости свечи. Взяли такую лампочку, вернули в патрончик и включили. Вот она у вас секунд 30-40 посветила, светит она ярко. А после этого возьмите рукой и попробуйте вылить. О-о-о. А чего ты зайдешь сегодня? Погорячий. Погоречий. А, ну не просто горячий, а почему она вообще светится? Потому что там проводим по проводку, поэтому делает ток. Ага. А сейчас... Вот-вот-вот-вот-вот. Вот эта, которая находится в лампе, сделана из вольфрама. Вольфрама – один из самых пугоплавких металлов. Дело в том, что в лампочке огненчика не просто нагрелась. Она разогрелась до 2000 градусов. И от того, что она настолько раскалилась, она начинает светиться. На самом деле в свет переходит только 2% энергии. Остальное – тепловое. То есть она раскалилась в стране. То есть это высокий нагреватель? Да, конечно. А вы греете? Конечно, конечно. Потому что большая часть энергии уходит именно в тепло, совершенно не в свет. Теперь давайте смотрим. Вот такое свойство живого проводника. Сопротивляется движением зарядной частицы. То есть зарядные частицы пробуют пройти по этому пути. А материал сопротивляется этому движению. Поэтому часть энергии идет не на движение, а на преодоление сопротивления. Догадайтесь в двух раз, что произойдет к этому с энергией движущей частицы. Она останется ближней или будет падать? Будет падать. Будет падать. Но ведь энергия не может никуда исчезнуть. Она должна перейти... Правильно. В этом месте пошло выделение энергии. Откуда это выделение энергии прошло? Из-за сопротивления канала вот этому леному топу. А вот эта часть молекулы, вот она, которая сюда пройдет. Это фермент. Которая вот эта выделяющаяся энергия. А здесь энергия выделяется всегда, пока идет ионный ток. Здесь всегда выделяется энергия. Вот этот фермент для чего используют? А он использует для уже известной нам реакции. Этот фермент отлавливает молекулы А, Д, Ф. И использует вылившуюся энергию для того, чтобы пришли к ним по словам. В результате какие молекулы мы получаем? А, 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 А. И в результате, когда у вас прошли все водороды, вот по этому каналу, которые получены в результате разборки одной молекулы глюкозы, вот здесь, на этом конце, насинтезировалась куча молекулы АТФ. Поэтому при такой разборке, при подобной разборке, энергоэффект от использования глюкозы оказывается не просто большим, а очень большим. Если бы мы ограничились бескосфородным дыханием, мы, поработав с каждой глюкозой, получили бы только 2 АТФ. А в этом случае, а в этом случае, мы получили 2 АТФ за счет бескосфородного в самом начале, еще 2 АТФ за счет 2 реакции цида Гребса и 34 АТФ вот здесь, на этом канале. В сумме 38 молекулы АТФ синтезированы при работе с единственной молекулой глюкозы. Вот теперь вопрос, дорогие. Посмотрите, получается, что говорит, что надо вам поделять новый вход. То есть, получается, если сразу вы ее в стакан опустите и пустите кто в тот стакан, хотите, чтобы подаст, а не запишите? Конечно. Правда. Пройдите глюкозы, провозите подобные эксперименты, а на правдой причине. Стекло, из которого изготовлено полку лапочка, абсолютно не приспособлено к выдерживанию таких перепадных температур. Нет, да, он это не справа... Лапочка лежит ржакой. А между стыком оба с металлическим основанием попробует. При этом у вас на поле секунды окажутся в контакте водяные пары и вот электроды лампочки, которые туда введены. У вас так шарапливы, что мало не покажут. Потому что самостоятельно эксперименты с электричеством, не очень понимая, как вот, а я взялась, я бы вам не рекомендовал. Не рекомендовал, не готов. А теперь последняя вещь. Протону сюда прониклить, но что они будут делать? Не будут идти к кислороду. Идти к кислороду. Ура! Вот как всегда. Окажется, система за что бороться на том и порой. То есть результат настолько редко совпадает с желанием участников, что даже эта связь соединится. Отлично. Протон пошел к кислороду. Протон. Средний заряд соединился положительно. Все довольны. Что получили в результате? Средневную связь? Нет, никакой ее не связи. Это валютное соединение с какой кокольцем? Так, валютное соединение с какой кокольцем? ОАЖ. В результате мы получили место одного монстра. Мы получили второго монстра, это еще целый дракон. Свободная гидроксила у ОАЖ-группа. Причина развития раковых заболеваний, причина мутационной активности в клетках и т.д. Свободная гидроксила не просто активная, а страшно активная группировка. В чем дело? А помните, как служба устроена? Вот из него торчат электродные облака, да? Вот это справедливое. Если у вас есть ваша группа, вот сюда мы уже дорогу посадили. А вот эта электродная облака заполнена или нет? Она не заполнена. А при условиях присутствия вот этого дорога, да, активность, желание присоединить к кому-нибудь сюда многократно возрастает. Он может присоединить туда водород? Нет. Откуда вы возьмете водород? Откуда не присоединить? Здесь водород, здесь протоны. Не водород и протоны, большая разница. Нет, согласен. Что произойдет? Произойдет в облако. Здесь еще один ценой? Вообще, да, вы садились. А может присоединить туда другую? Правильно. Вот это верно совершенно. Так очень часто бывает в биологии, решение достигается просто за счет умножения процесса. Ведь дело в том, что если реально процесс произошел, параллельность с ним вот такой идет. Если две аж группы соединятся, что мы получим? Перекись водорода. Нет, не перекись. Перекись неустойчивая, она сразу развалится. На что? Мы получим водород и... И какой водород? О, H2O. H2O, и что еще? И атомарный. И атомарный что? Вася, кислород. Кислород атомарный. Один кислород лишний остается. Согласны? Отлично. Опять же ее получили, да? Но если бы еще удвоите процесс вот так, за это сделано. Как что вы приедем и получите? О, все. Теперь наконец мы получили союз сердец. Что сделают эти два атомарно-кислорода? Соединяются. Соединяются и получаем нирный молекулярный кислород. А вот теперь можно вернуться к представлениям обычного человека отдыхания. Гранатного человека. Отдыхание. В ходе дыхания глюкоза превращается. Вот так. Возвращаемся к суммарной реакции дыхания. СР6, СР12, СР6, СР6, СР2. СР2, получаем СР2 плюс H2 лома. Коэффициент в шестерке. Вот смотрите на записи. Если прочитать записи. Такое ощущение, что это процесс, который реально происходит в каком-то месте. Он никогда не происходит. Потому что вот этот кислород где используется? При бескислородном дыхании используется? Зачем? В цепле крепче используется? Никак. Он используется не в электронном каскаре, а в самом конце электронного каскара. Только здесь. Никаке в романе. Вот это единственное место, единственное оружие, которое оправдывает присутствие кислорода в нашем теле. Именно ради вот этого живые организмы терпят кислород. Потому что во всех остальных случаях это не просто ягод, это сильнейший ягод. И у каждой нашей клетки шесть рубежей защиты от кислорода. Клетки меряются с присутствием кислорода только благодаря вот этому процессу. Да. Посмотрите, получается, мы приблигаем на одну сторону гимморан кислород, а на другую, мы смотрим просто глюкозу. Не глюкозу, ни в коем случае. Вернее, водород. Разница есть? Есть. И не водород. Водород вот сюда приехал. А существенно, что это не водород, с другой стороны, а что? Протон. Протонность. То есть в ходе кислородного дыхания накатливаются заряды на вот эти внутренние мембранные метафоны. И ГРЕК использует на самом деле для создания энергии нормальный электрический ток. Понятно, что это электроустановка, которая черпает энергию вот в этом посетке заряженных частиц. Это нормальная электростанция. Получается, самое важное, ну, сакрообязательное действие. Мы с вами разобрали работу метафондрия на линии использованием глюкоза. Большинство клеток нашего тела может использовать глюкозу, но может использовать не только глюкозу. Ну, некоторые клетки, конечно, клетки кожи. Так, в них метафондрии не требовательны. Их можно топить там чем угодно, в результатах лепатинка. Ради бога. Глабаркаль. Только глюкоза, только с глюкозой умеет работать нервная клетка. Нервная клетка жутко капризная. Они в качестве топлива ничего, кроме глюкозы, просто не умеют использовать. А вот клетки сердечной мышцы, карбония ацетра, наоборот, не умеют работать с глюкозой. Они в качестве источника энергии в своем хондрионе, в своих метафондриях, используют только жирное кислород. Посмотрите, бывают ли диабетики, которые не делают? Бывают ли диабетики. А почему? А вы понимаете, что такое диабет? Это, когда он не дает, но сапог. Глубость полный. Сапог. Заодно, как абсолютный бред, на уровне такого хорошего клинического бреда. Это мнение о том, что если человек ест много сахара, то у него может начаться диабетик. Полный бред. Ровно так же, как полный бред, считают, что если человек ест много соли, то у него начнется отложение сахара. Это не просто неграмотное, а крайне неграмотное отношение к другому.